Донецк под обстрелом. Репортажи корреспондентов Новороссия ТВ. Донецк под обстрелы. В Кировском районе по улице Степаненко 24 полностью уничтожены два гаража и машина. Также многочисленные разрушения зафиксированы по улицам Эстонской и Артемовской. В Кировском районе по улице Славиногорская 34 полностью уничтожен частный жилой дом. По улице Нефтяной 9 снаряды приземлились на территории нефтебазы. А наш корреспондент Оксана Волчонок побывала в районе улицы Семашка. Ее репортаж с места событий, произошедших этим утром. Вот такие мы террористы, видите. Кому мы что плохого сделаем? Я 15 лет в шахте отработал. Заработал пенсию. Пенсию сейчас не платят. Кричит же у нас все хорошо. Я не могу. Он гараж разбил. Все разбили. Подальоны Национальной гвардии Украины продолжают разрушать город. Еще недавно относительно тихий поселок Семашка в Кировском районе с воскресенья подвергается провокационным обстрелам диверсионно-разведывательных групп противника. Спасибо тому Порошенко, что я всю жизнь поработала на шахте. Не получаю сейчас ни пенсии, ни чего. Он говорит, что мы нелюди. А он какой настоящий нелюдь убивает нас. Я всю ночь протрустилась, как стреляли, как били. Что жизнь идет. Это же Аси Украины. Можи убивают. Тру-тру. Приди белого дня. Главное миномет или что. Я не знаю. Насколько это было? Это где-то было утром, где-то в районе 10 часов утра. Потому что мы сели пить чай. Моя же супруга прославилась. Сидели, сидели, только баба. И вот. Сидели, ни все, ничего. Смотрите на горах. Гораж вообще. Я не знаю. И самое главное, слава Богу, что мы хоть живы. 22 января в результате минометных обстрелов нанесены разрушения в жилом массиве. Выгоревшие частные дома, разбитые стены, выбитые взрывной волной оконной рамы и стекла, поврежденные осколками газопровод. Снова жертвы и раненые исключительно среди мирного населения. Будьте бдительны и предельно осторожны. В городе работают украинские диверсионные группы. В результате вечернего обстрела 21 января в Кировском районе на улице Славянногорская пострадало два жилых дома. Один из них имеет разрушенные стены, второй выгорел дотла. Во втором доме есть пострадавшие, женщина и ее дочь. Они доставлены в больницу с осколочными ранениями. Вот это вот была веранда, предбайничек и столовая, в которой кушали. Эти стены остались, несущая завалилась. И видно все полностью, пробита крыша. Все стены в осколках. Это было около 8 часов вечера. Я лежала на диване, муж спал, я не спал, смотрела телевизор. И взлетела в кухню, и пришел хлопок. Хлопок и взрыв. И мы попадали на пол. Попадали на пол, потом еще два хлопка. Она уже задела соседей. Сиди начали гореть. И мы потихонечку начали собирать. Нас просто перекрыла дверь. У нас дверь в зал очень такая большая. И она перекрыла дверь. Мы начали Богу молиться, просить. И вылезли через окно. И начали бежать. Оксана Волчонок, Давид Худжиц. Специально для Новороссия ТВ, город Донецк. Также разрушением подрелись Петровские и Ленинские районы. В Петровском районе, в поселке Александровка, по улице Школьная, 118, разрушена кровля и прикрытие жилого дома. Также есть разрушение от разрыва снарядов в Ленинском районе, по улице Куприна, 1. На открытой территории огнем уничтожены три легковых и один газовой автомобиль. Под обстрел попал автобус маршрута 37. Есть погибшие и раненые. При обстреле в районе Бассея поврежден трамвай номер 3, вагон 115. Ранена женщина-водитель. Маршрут номер 3 остановлен. Утром 22 января в районе Бассея из минометов был расстрелян автобус с людьми. 13 человек погибло на месте. Информация о раненых выясняется. Далее репортаж нашего военного корреспондента. В то время как президент Украины Петр Порошенко в довозь льет крокодиловые слезы по погибшим в Волновахе, украинские силовики, уподобившись ваххабитам и боевикам Аль-Каиды, продолжают террор против жителей Донецкой Народной Республики. Так, сегодня в 8.30 утра минометному обстрелу со стороны украинской диверсионной группы подверглась остановка общественного транспорта в Ленинском районе Донецка. В результате теракта 13 человек погибли на месте. Количество раненых уточняется. Их очень много. Также нашей съемочной группе удалось снять проявление любви жителей Донецка к престолутым украинским киборгам, командира которых Олега Митсака специально привезли на место теракта, чтобы показать командующему 93-й бригады, с кем они воюют. Люди не скупились на слова любви. Вот так Украина и ее союзники хотят перемирия. Напомним, что 21 января состоялась встреча Нормандской четверки, в рамках которой Украина предлагала обсудить вопросы перемирия. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко немедленно прореагировал, сделал следующее заявление. Я скажу вам следующее. Я сегодня отдам убитых военнослужащих украинской армии в аэропорту, несколько человек, и туда, в принципе, и еду. Но то, что сегодня утром произошло, я вам честно буду говорить. Я... Ну, у меня сейчас внутри такая струна напряженная. Я очень спыльчивый человек по своему характеру. Я иногда вещи делаю эмоционально, но сегодня я, наверное, сделаю одну вещь, которую, наверное, мир весь не поймет. Я этих киборгов сегодня выгоню на то место, где погибли на остановке наши люди. И они мне пройдут по всему городу, и чтобы каждый наш житель увидел, с кем мы воюем, кто такие киборги, что они из себя представляют. Друзья, вы не поверите, от них воняет так, как будто ощущение, что они, наверное, 14 лет не мылись. Это оборванные какие-то бомжи. На самом деле это убойное мясо, которое кидает украинская власть. Но это те люди, которых нас стреляли, за которых нас расстреливали, и за которых сегодня убили наших друзей. Я не могу, к сожалению, всех расстрелять. Не могу. Но я могу сделать следующее. Я попрошу, чтобы... Александр Кимович, найдите взрослеников сегодняшних погибших. И я обещаю, что сегодня, через несколько часов, они пешим ходом пройдут от аэропорта до той остановки. И пускай каждый из них попросит прощения вот той родни, которая осталась жива. И я буду говорить откровенно. Единственное, что я буду запрещать, просто их разрывать. Все остальное, разговаривать. Ну, все, что люди хотят, смотреть в лица. Пускай они расскажут, как Тони, зачем они сюда пришли. На каком основании они топчут своими погаными ногами нашу землю. Пожалуйста, найдите мне этих людей. Я лично буду этих сопровождать, уродов. И они придут у меня от аэропорта до самой той остановки. Каждый пройдет и каждый будет смотреть, что эти твари делают с нашим городом. Я, честно буду говорить, я не хочу уже никаких обменов, там, ротаций и всего остального. Есть враг, есть восстановление сельского хозяйства, угольной промышленности. Есть, в конце концов, Ирский монастырь, который находится возле аэропорта. Каждого на цепь, в рудник, угольку, что угодно. До конца войны пускай сидят. В Донецке и окрестностях продолжают орудовать диверсионные группы. Утром 22 января наши военные корреспонденты побывали в Макеевке, где обстрелы подвергся частный сектор и школа. 21 января диверсионная группа украинских войск обстреляла из 120-мм миномета 20-ю школу города Макеевки и прилегающий к ней жилой сектор. Лишь по счастливой случайности, по имеющейся информации, никто не пострадал. За минуту до взрыва с остановки общественного транспорта отъехал автобус, забравший всех людей с остановки, в которую прилетела мина. Военные корреспонденты телеканала «Новороссия» застали учителей и технических работников школы за восстановительными работами. Осколками ударной волной выбито не менее третье остекление здания. Повреждены рамы, обвалилась побелка. Смотрите, что здесь вчера произошло? Мина летела. Муж работал. Он стоит, испугался, очень сильно испугался. Аж присел, он в кочарке работает. Пошли мне. Вот. Одна минута, как отошла, это, маршрутка. Минутка, как отошла маршрутка. И вот это, видите, туда попался, где-то он. Сидеться в школу, он пробили, это. В школе все, окна полетели, все носили. Это же 20-я школа, правильно? 20-я школа, да. Это 20-я школа. Она сейчас не работает. Сейчас нет. Детей не было на этот момент. Деток не было. Вот так вот произошло. И в туалет, в частный дом в туалет попала мина. По заявлению начальника штаба Народной милиции ЛНР Сергея Козлова в Луганской Народной республике за минувшие сутки в результате обстрелов погибло 8 мирных жителей. Более 20 получили ранения. Было нанесено 23 артиллерийских удара, 5 из которых пришли по Стаханову. Постоянно подвергаются обстрелы населенные пункты Желобок, Смелая, Раевка и территории, прилегающие к линии соприкосновения. В Стаханове, по предварительным данным, погибли мать с ребенком. Еще 4 человека получили ранения. Повреждены 7 жилых многоэтажек. Медики продолжают поиски потерпевших по шквальным огнем. Поступает информация о попадании снарядов в район военкомата, на территорию завода феросплавов, базу «Триумф» и несколько административных зданий. Один из снарядов отрывался в непосредственной близости от детского сада, оставив в земле огромную воронку. Сегодня в результате тяжелого боя уничтожен Михайловский железнодорожный мост, соединяющий Луганск со станицей Луганской. Боевые действия в Донбассе вступили в новую фазу. В результате умелых действий бойцы народного ополчения продолжают планомерно вытеснять украинских оккупантов со своей территории. Вследствие развязанной агрессии киевской власти, применившей армию для карательной операции против мирного населения ДНР и ЛНР, погибли мирные жители, разрушено огромное количество домов и объектов инфраструктуры Новороссии. Также глава Луганской Народной Республики рассказал о ситуации на 31 и 29 блокпостах. «Мы отбили 31 и 29 блокпосты. Они сейчас под нашим контролем. Уничтожена бронетехника противника. И по нашим данным до 70 потерь ВСУ, до 70 человек. Причем брошенных. Просто брошенных. Я давал команду, не знаю, получится или нет. Все-таки район боевых действий должен был поехать. Кто-то журналист. Да, поехали, поехали. Еще информации нет? Еще нет. Значит, мы постараемся все это заснять и показать. Как? Поэтому люди Украины, жители простые, мужики, прежде чем идти сюда, подумайте, чем закончится ваш поход на восток. Не надо ходить на восток. Результат печален и известен. Разворачивайтесь и идите на Киев. И мы вам поможем. Обязательно поможем. А в Донецком аэропорту сегодня состоялась передача погибших военных украинской армии, представителей Вооруженных сил Украины. Дмитрий Подорожник далее. Благословен Бог навсегда, ныне и пресно, во веки веков, пойми. Святой Божий, святый гребень, святый бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, святый гребень, святый бессмертный, помилуй нас. Сегодня Вооруженные силы ДНР под руководством главы ДНР, Александра Захарченко, отдали тела убитых в аэропорту киборгов солдат ВСУ. Погибшим, забранным с поля боя, были оказаны все военные почести. Также глава ДНР сдержал свое обещание и принял на территории ДНР родственников украинских солдат, накануне захваченных в плен. Александр Захарченко передал полковнику Вооруженных сил свидетельство о смерти и прапор Украины, снятый в аэропорту, который подтверждает, что на территории нового терминала больше нет украинских военных. Ситуация настолько, получается, бредовая. Люди, которые сегодня забирают, они об этом знают, что не забирают своих убитых, они специально обстреляли в город Невск и убили других людей. Понимаете, то есть, по большому счету, так оно на самом деле должно было бы быть. Надо было сказать, ребята, легко чертям собачьим отдать. Просто нет Украины, ни воинской части, вообще в ульских понятиях отсутствует. Там сбор, не знаю, людей, которые нельзя на пути. Ни суда, ни совести, никакого уважения даже своим же погибшим нет. Они смеются над теми делами, которые мы сегодня будем, они сегодня будут забирать. Ну, ребята, скажите, разве это можно? О какой Европе они вообще говорят? О чем они говорят? Куда они лезут? Или вы понимаете, ситуация какая? Если Европа их принимает такие, какие они есть, тогда мне просто кажется, что такая Европа. По словам главы Донецкой Народной Республики, в терминале аэропорта еще находится много тел киборгов, забрать которых не представляется возможности из-за постоянных артиллерийских атак вооруженных сил Украины. Я тогда сказал, и сейчас говорю, зимой медведи, даже медвежат, будить нельзя. Они превращаются в шатунов. Если добро воспринимают за слабость, так Украина сильно ошиблась. Они привыкли, думают, что мы всех боимся. Довояться нет. Воевать они не умеют. Защищаться не умеют. Потому что они там простояли, если слышно в ней. Это них не заслуга, это наше недопущение. Мы терпели и думали, что они думаются. Ребята, три дня и нету никого. Все ваши киборги превратились в гуду металлолома. Представитель вооруженных сил Украины от комментариев отказался, заявив лишь, что он приехал забрать своих героев. После чего поспешил покинуть место передачи тел. На месте было организовано отпевание украинских солдат, свидетелями которого стали родители пленных киборгов. Перед вами лежат люди, отдавшие жизнь за бредовые идеалы. О том, что мы враги, о том, что мы звери. Эти люди с честью умерли. Я не буду говорить о том, что плохо они поступили или хорошо. Но они сражались до последнего и сражались за свое. Они по-своему сделали тот выбор, который делал каждый мужчина своей жизни. Они это смогли сделать. Мы уважаем своих врагов, когда они достойны уважения. Ненавидим тех, которые превращаются в зверей. Я хочу обратиться к Украине. К матерям. К вам хочу обратиться. Подавите сюда. К каждой матери украинского солдата. Я хочу сказать следующее. Уважаемые матери. Это ваши дети. Это ваши кровь и плоть. Что мы вам сделали такого, и точнее, что даже сделали они вам плохого, что вы их посылаете умирать. Мы не нарушили ничего. Мы не нарушили ни один закон. Мы сделали все правильно и по закону, и по конституции. Мы не стали признавать власть оккупантов, которые захватили вооруженным. Путем вас в Киеве. Я даже больше скажу. Я никогда в жизни после вашей речевки прыгать не стану. После того, как были отданы воинские почести, гробы с телами были погружены для отправки. В то время, как для военнопленных солдат ВСУ была организована своеобразная экскурсия по городу Донецку, в ходе которой пленным представилась возможность увидеть своими глазами «Дружочек, вы вдруг это возили прошло». «Чего ты пришел на нашу землю, а?» «Спокойно, спокойно, спокойно». «Давайте мы будем людьми». «Давайте мы будем людьми». Если бы я мог бы, я пошел бы к вам. Вот сейчас, в данный момент, до последнего я терпел. До последнего я терпел. Как же можно так жить? Вы понимаете, вы убиваете наших матерей, сестр, жен, детей, б***ь. Вы нас убиваете, стариков. За что, б***ь? Мы такие самые, как вы, б***ь. Вот как так? Мы уже вот так вот трусимся по подвалам, по этому, у кого подвалов нету. Каждый день гибнут люди. Каждый день, подожди, каждый день, боже. Я вот живу вот здесь, за путями. Дома, б***ь, это так невозможно жить. С ума можно и сойти. Так мы уже с ума истошли, б***ь. А у вас совести нету. Не совести мешайте. Блин, б***ь, как вы не стыдно. Не видны люди умирают. Люди, б***ь, умирают. Не видны люди умирают. А вам не на спокое, пожалуйста. Сюда люди, а вы на раскиртане. Люди, твари. Как же вам не стыдно. А вы ж плечи, где жили, а? Одним из пунктов, которые посетили военнопленные, место сегодняшней трагедии. Трамвайная остановка «Завод Бассе» в Ленинском районе, где после попадания снаряда погибло 13 человек и множество ранений. Что делаете, ребята? Это уже такие же люди. Что же вы делаете? Да ничего они не видят. Что-то несложно. К другим событиям выпуска. На территории Харьковской области набирает силу партизанская война. Подразделения Министерства внутренних дел и Национальной гвардии Украины вынуждены круглосуточно охранять 24 стратегических объекта. Направляясь в зону проведения так называемой антитеррористической операции, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сделал остановку в Харькове, где провел совещание с министром МВД Арсеном Аваковым, губернатором Игорем Балутой и представителями силовых структур области. По мнению Турчинова, на базе Харькова отрабатывается схема проведения антитеррористических операций, связанных с недопущением проявлений сепаратизма и попыток дестабилизировать ситуацию. Правоохранителями обеспечена круглосуточная охрана мостов и путепроводов стратегического назначения, расположенных на территории Изюмского и Купянского районов Харьковской области. В Берлине минувшей ночью в результате встречи участников «Нормандской четверки» достигнута договоренность об отводе тяжелой техники за линию соприкосновения противоборствующих сторон, зафиксированная в Минском меморандуме от 19 сентября прошлого года. Украина и Россия договорились об отводе техники на 15 километров от линии разграничения. Нет прорыва в переговорах, но есть прогресс. Достигнута договоренность о демаркационной линии, заявил глава внешнеполитического ведомства Германии Франк Вальтер Штанмайер в интервью агентству Associated Press. Самое главное решение, которое сегодня было принято, это, оно отражено в совместном заявлении, одобренном по итогам этой встречи, это мощная поддержка задачи срочного отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения, которая зафиксирована в минских договоренностях, в частности в Минском меморандуме от 19 сентября этого года. Это ровно то, что предложил президент Путин в своем послании президенту Порошенко от 15 января этого года. И мы надеемся, что поддержка этой инициативы со стороны министров иностранных дел нормандского формата позволит ее реализовать. Напомню, что ополченцы из ДНР и ЛНР уже поддержали график отвода тяжелых вооружений в соответствии с инициативой президента России. Мы надеемся, и сегодня об этом вновь сказали, надеемся, что украинское руководство также поступит таким же образом. Тем более, что, как я уже сказал, министры и Франции, и Германии поддержали такой подход. На очередном заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций по Украине постоянный представитель Российской Федерации Виталий Чуркин резко раз критиковал действующие власти Украины за прославление пособников нацистов. В частности, он назвал утверждение премьер-министра страны о вторжении СССР на Украину и Германию идеологической диверсией. Виталий Чуркин напомнил о жертвах в Одессе, Мариуполе от авианалета в Луганске и других чудовищных действиях новых украинских властей. В этом контексте, по мнению дипломата, Киев воспользовался трагедией с обстрелом пассажирского автобуса под Волновахой для нагнетания военной истерии. Представитель США Саманта Пауэр вновь обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Украине. В ответ постоянный представитель России заявил, «Значительную военную силу в зоне конфликта на Юго-Востоке составляют так называемые добровольческие батальоны, финансируемые украинскими олигархами и неизвестно кому подчиняющиеся. Некоторые из них в открытую используют нацистскую символику. Киевскими властями, постоянно говорящими о единстве страны и ее территориальной целостности, не сделано ни одного шага в сторону проведения подлинно национального диалога, конституционной реформы с участием всех групп населения и регионов. Более того, Киев делает все, чтобы фактически отрезать Юго-Восток. Россия в значительных объемах поставляет гуманитарную помощь на Донбасс, несмотря на шумиху, которые пытались поднять по этому поводу некоторые члены Совета. При этом мы не прекращаем попыток согласовывать с Киевом, несмотря на его обструкцию, условия таких поставок. Заблаговременно информируем о направлении гуманитарных конвоев и номенклатуре грузов. Идет помощь и по другим каналам. На днях России принято решение о перечислении 5 миллионов долларов в фонд Всемирной продовольственной программы на оказание гуманитарной помощи населению Украины. Господин председатель, минские договоренности, подписанные в сентябре Киевом и представителями Луганска и Донецка при посредничестве ОБСЕ и России, заложили основу для мирного регулирования. Необходимо немедленно вернуться к практической работе в контактной группе для их всеобъемлющего выполнения. Со своей стороны делаем все возможное для того, чтобы очередная встреча в Минске прошла как можно скорее. Сотрудники Ворошиловского райотдела полиции Донецка задержали ранее судимого дончанина, который представлялся сотрудником правоохранительных органов и вынуждал граждан сдавать ему ювелирные изделия. В дежурную часть Ворошиловского райотдела полиции Донецка стали поступать заявления граждан о том, что неизвестный обманным путем вынудил передать ему ювелирные украшения. Злоумышленник представлялся сотрудником полиции, якобы расследующим дело о разбойном нападении на ювелирный магазин. Спросил у меня про ювелирные изделия, есть ли у меня с собой или нету. Я ему показал кольцо, он взял его посмотреть, взял его себе, завернул в бумажку, написал мне расписку и сказал, что вечером мне позвонит, записал мой номер, сказал, что вечером позвонит, мне приедет с этой потерпевшей, которая пострадала, на опознание. Он мне не позвонил. Потом на следующий день я приехал в полицию, написал заявление. Прошло дней пять, я его нашел. Я благодарен полиции за то, что они быстро сореагировали и поймали мошенника, который украл у меня кольцо и, я думаю, понесет наказание. Сотрудники сектора уголовного розыска в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за корыстные преступления житель Донецка. Задержанный активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Сообщил о совершении аналогичных преступлений на территории всего города Донецка. Практически затрагиваю все районы. Это и Киевский район, это и Калининский район, и Буденновский район. Соответственно, мы с коллегами обменялись информацией. Работают сейчас и оперативный блок, и следственные подразделения. В данный момент правоохранители устанавливают количество и детали аналогичных правонарушений, совершенных подозреваемым в других районах города. Действия фигуранта подпадают под признаки части 2 статьи 165 УК ДНР. Это мошенничество с причинением значительного вреда потерпевшим. Наказание за совершение данного преступления предусмотрено до 5 лет лишения свободы. Внимание! Если вы стали жертвами мошеннических действий данного злоумышленника, обращайтесь в Ворошиловский райотдел полиции города Донецка. Сегодня глава ДНР Александр Захарченко встретился с активом системы образования и науки. Встреча прошла в сокращенном режиме, был поднят ряд вопросов, касающихся нынешних проблем сотрудников системы образования. Руководители ректоровузов и научные деятели собрались, чтобы задать острые вопросы, касающиеся существующих на данный момент нерешенных проблем в системе образования. Тяжело не было сегодня нам на фронте. Завтра наши дети должны жить в нормальной стране. И тот талант, и тот гениальный наш народ, который сейчас присутствует, и наши ученые, которые остаются, и исследовательские институты должны получать. Александр Захарченко прояснил ситуацию с выплатами заработных плат сотрудникам сферы образования. Министерство финансов в ближайшее время рассмотрит списки учебных заведений и поставит на очередь вопрос о восстановлении выплат сотрудникам. Также обсуждался вопрос стипендий и льгот для студентов. «Планировал, скажу откровенно, начиная с февраля месяца, начать потихоньку выплачивать хотя бы не полные стипендии, но частично. Но тоже врать не стану, скорее всего, это на месяц отложится. Объясню почему. Все основные усилия сейчас вскинем на восстановление водоканала, электроэнергии и очистных сооружений, которые были прождены обстрелами». Кардинальные действия могут быть применены к сотрудникам системы образования. В частности, к тем, кто, выехав за пределы республики, дискредитирует работу высших учебных заведений. Их может ожидать следующее. «По этому по каждому институту, Ир Владимирович, напишите мне докладную записку, особенно касается тех людей, которые выехали, ну это бог с ними, пускай выезжает. Но касается тех людей, которые не только выехали, еще воду, скажем так, баламутят». Анна Триксель, Вячеслав Богачук. Специально для Новороссия ТВ. В завершении выпуска информация о погоде на завтра, 23 января. Я, Екатерина Малова, прощаюсь с вами. Мира всем нам. В Луганске на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками, без осадков. Днем минус 2, ночью минус 3. В Краматорске весь день будет пасмурным, без осадков. Днем плюс 1, ночью минус 1. В Славянске солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Осадков не ожидается. Днем 1 градус тепла, ночью минус 1. В Мариуполе на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Осадков не предвидится. Днем плюс 1, ночью минус 1. В Горловке также будет облачно, осадков не ожидается. Днем минус один, ночью минус два. В Макеевке облачная погода также продержится весь день, без осадков. Днем минус один, ночью минус два. В Донецке весь день будет облачным, осадков также не ожидается. И днем, и ночью один градус мороза.